здравствуйте любимые зрители вы слышите алексея халецкого и это продолжение партии 7r civilization 6 gathering storm на уровне сложности божество за китай в конце прошлой серии я вас спросил мириться ли с польшей и хотя я не знаю что вы как вы прокомментировали потому что я записываю это видео дальше появится на ранде через неделю только на канале я уверен что большинство из вас написали не мирись с этой польской гадиной продолжая гнобить воюй захватывай гусей щекочим крылья в общем полностью согласен в случае надо попробовать хотя бы там эти города захватить поэтому мы отклоняем это предложение что когда я хотел мириться когда мне это необходимо было она меня посылала а теперь да увидите убил арбалет нормально нормально идем сейчас туда первая серия если вы пропустили первую серию не видели ее то лучше конечно начать с нее просмотр потому что сами понимаете все интересное лучше смотреть самого начала есть разобрались с арбалетом слава богу спонсоры канала все серии видят сразу они есть во вкладке сообщества для всех остальных они появляются постепенно так подходим уже к вроцлаву давайте подбираться к нему тихой сапой по что как вы видите армии у польши у польши по-моему в принципе нету 345 плюс 148 плюс у меня извините юниты пока ну арбалет до арбалет конечно здорово тан-тан пошла калинка малинка но это один арбалет а у меня-то юнитов дофига тем более сейчас сам иду в арбалеты по этим меня уже и македонский не ненавидит у нас пошла с ним любовь начинается возможно мы даже объединим свои государства в будущем ну в общем-то пока мне тут вот и даже вот этот арбалет один уже там какую-то силу довольно большую дает что не там скуня юнитов вообще может быть минимум а мне надо расширяться мне надо захватывать территории так хоть она мне не дала расселиться так надо захватить ее города верно говорю так тут сколько еще три заряда да ну пошли пока шоколад обработаем храм минакши запретный город на это хорошо что отвлек на дуболома здесь арбалет витязь это помогло мне его уничтожить просто так все-таки сидеть этим арбалетом пойду с ним арбалетом сюда а ты мне соль не хочешь дать нормально да говорит мне дай за бесценок твой ресурс чтобы я себя хорошо чувствовал а я у тебя соль туда соском киса сюрпреенденте зачем это причем ты с чем-то это вообще со мной общаешься надо бы глянуть что там православия ну слабенько пока так лошадка пошла значит православие а он уже полностью укрепил религию веру на обучение воинов монахов строить дома собрания за каждый город защитник веры но кстати в моем случае мне бы мне бы православие лучше пошло да это точно я наверное уже считаю сказать обращенным в православие то есть у меня плюс пять должно работать около этих районов ну тут правда мне не на чем проверить да да ну а чё тут построил амбар а теперь рост продолжаю ну блин так но тут производства нет в этом городе этого невозможно ничего нормально строить может бежать отсюда уже этим конем на нападение в родслава я не думаю что эти мечники метод как-то очень сильно смогут мешать ну давайте наверно бананы обработаю потом и оленей слушайте а я не решил где мне то я строю коммерческий район окей окей давайте кстати будем обзывать кров кровные луки не давайте мы их назовем кровавые 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 стрелки кровавые стрелки будем реально давать имена моим крутым юнитам адовые молотки почему адовые молотки давайте адовые стрелы нормально работаем по красы хотел тут камень обработать так а этого травнина тут холмы давайте все равно какао так что у нас по ресурсам опять может меня есть все таки двойные еще да у меня два кофе есть табак и сахар я выменял ацтек соль на какие-то какую-то фигню с меня требует не 11 вход этот игре погорячился я думаю и у бразильца нету ресурсов или позитив почему то македонцы и бразильца вообще не показывают ресурсы хоть какие-то но не может же бы чтобы они не обрабатывали их лошади и железо не обрабатываю хотя среди у бразильца и лошади железом нету странно ладно что в этом городе строить монумент немножко бессмысленно тем более себя в родствах возьму стены все так долго строится в этом городе кстати может мне правительственную площадь день тут вот организовать кстати вот тут была неплохая правительственная площадь между нами девочками наверное в тайване хотя это шиньян тоже хорошо будет расти но для этого 1 надо клетки захватывать а раз на заказы из клетки то нужна культура начну же монумент в общем то тут все ясно надо дружбу заключать блин долбаный отлично все нас потепление отношений с александром соображает свой компьютер построил на пиже с модом на на соображалку так давайте здесь поставим сейчас чуть позже я хочу апнуть просто в пикинеров давайте дружбу с александром объявим отлично у продолжаем мочить мечников его наверно убить он не не сможет убить этого копейщика в ответ так значит давайте подожди сейчас распределим тут так надо рынки строить ну для караванов все для караванов так встану чтобы я уже точно тут город смог поставить так коня влечение не влечение коню а коня в лечение то есть его поставил в город чтобы лечить влечение коням это не на этом канале ну пойдем наверно так тут я обработаю шоколадку шока шоколадка блин тут кампус плюс 2 но плюс 3 вот этот плюс 3 это для ти юани мы оставим больше нигде вменяемых ну на тут тут наверно будет плюс 2 до но я здесь поставлю кампуса потом еще здесь какой-то район поставлю я явно рядом с этим то есть на будущее тут этот кампус будет плюс 3 давать нормально тут очень даже так у меня уже пять послов но мне нету смысла все все еще не куда-либо отправлять то что не одни из этих кстати вот откуда столько культуры у петра потому что плюс 2 процента культуры от каждого когда-либо получено великого человека за союжена как раз россии а петр своими лаврами он там набил уже великих людей 1 2 3 4 5 6 7 7 уже плюс 14 процентов это у него вот и культуры там очень много так тут значит еще кофе обработаем тут пойдем бананчики не вырубая банан по что меня культура плантации все еще повторяюсь ну я наверно пойду к этому городу тогда этим рабочим так тут рынок не сделал чтобы этот город трос у меня купить вот эту клетку так хорошо и наверно амбар здесь поставлю дальше наемники открыли в госслужбу надо союзы будет с александром фигачить и давайте поставим карточку на апгрейд юнитов вместо бастионов уже можно уменьшить силу городов содержание юнитов так и оставим а вот скидка в золоте на улучшение юнитов надо и наверное давайте наверное строители я уберу карточку все таки я сейчас уже реально строители нигде не делаю что уж тогда производство поставить еще раз так скидка в золоте и у меня один район у меня один караван который бегает внутри моих городов поэтому да давайте просто на производство пока так и апнем что этого пикинер апнуть я понимаю что они идут на уровне дают но вот этот пикинер в этом а он походил но всегда может следующим ходом я у себя поставлю в город ап но он даст силу как всегда какой не снизил уже 12 золота вход предлагает конечно нет так как эти у нас суши ну я же хочу тоже с тобой ресурсы вот царит имя предлагаешь какие-то деньги за ресурс я же тоже хочу твои ресурсы какие проблемы я не понимаю ладно можно на два ресурса кстати с ним поменяться сервис росли это деньги требует какой может быть таким жадным лидировать по всему и так жилица просто некрасиво так наконец-то оставлю этот город многострадальный а хрен не ставлю придется вот так сделать пока отойти сюда на защиту так теперь апсты или слушатели вот так походить пока я тут уже подходит еще один не врослов мы должны взять она даже стены не строит как вы видите видно когда стены строятся в городе тут они не строятся а чё так слабо как-то а я убрал карточку но я хочу улучшить до пикинёров хоть одного а этого можно кстати до мечников улучшить пускай так один заряд остался у этого рабочего пристали так посмотрел посмотрел на все это да ну вас нафиг ли стал военный лагерь строить сюда пойду возвращаться так этот идет лошадей ремонтировать не буду этим раненым атаковать в рот слов интересно этот район относится к в рот слову нет к лодзи жаль было бы неплохо получить сразу военный лагерь у в рот слову а сколько вообще городов у польши еще раз если 6 то мы можем попробовать вообще всю захватить 7 все таки 7 это будет не так легко как 6 так ну и пойду тут наверно этого оленя обработаю когда мы мечника там убьем ну 139 но у польши к с каждым годом все меньше сила а вон арбалет идет так но мне этим ходом надо в рот слов захватить иначе мне часто лучников убьют так ставлю наконец-то город тут тут ремонтирую лошадок блин не захватывается по моему да чуть чуть не ну следующим годом я точно захвачу но я боюсь что мне могут убить вот этого лучника эти наверно верну обратно я же не буду ничего больше опыть все можно найти вот этого апнем там я с варварами всадниками я думаю разберусь давайте вот этого апнем и тут возвращаю вот это бастионы так просто ну то город посильнее бьет тем более два раза могу стрелять и этому мечнику хана сейчас вот сюда встанет арбалет и какого-то из этого из этих лучников очень больно ударит давайте вот так подойду в ту сторону тут будем оленей обрабатывать блин надо было пикинером и те этого в город поставить наоборот ладно у меня так много культуры ну меньше чем у всех остальных но все равно много культуры только за счет моего пантеона я очень в тему пантеон взял на плантации именно на черепах будет открыть мореходство открою и потом в машиностроение пойду может его сагрить на но хотя мучу ему будет город атаковать а город тут не берется с такой силой вообще никак здесь почему я показываюсь прямо на самом краю карты так вот здесь кстати вот здесь можно будет ну или здесь так пусть идет акведук строится туда тогда значит вот тут акведук тут ставится дамба тут тогда промышленная зона и тогда наверное я бы здесь коммерческий район поставил наверное прямо сейчас уже можно ставить интересно да видите вот я не от это волновало подойдет арбалет или нет хорошо я там больше не буду селиться так а что мне показывает вот этих варваров и так а это меня земли наоборот уходить стал так ну все пора в рот слов захватывать так нормально а ты говоришь мир заключай мир заключай нафиг надо мы тебе и так вынесем мы не вынесем конечно на всякий случай так тут просто идет юнит и отдает вот эти внимание вот смотрите копейщик уже не добавляет силы городу потому что есть более крутой юнит из этой линейки пикинер поэтому так как юнит более слабый он просто тут не работает так здесь я хочу шахт шахту построить так лошадки лечатся блин шестьсот пятьдесят шесть военные мощи петра конечно страшно теперь весьма разосадован тем что вы не объявили внезапную войну с александр мы будем походу очень долго дружить он очень рад что я с польшей тут воюю так усиленно против антиковой может плюс один к перемещению возьмем два заряда тут шесть зарядов пойдем крабов обрабатывать вродслав конечно поставлен я думаю чуть не у два жителя вообще никакой пресной воды не дать мы сразу с акведука может начнем так а где тогда а вот здесь тогда сюда акведук а вот здесь промышленная зона неплохо для вродслава зайдет так амбар тут как бы для будущего очень неплохой город в принципе если мы смогем развить ну петра но тут слишком мало пустыни для петры так все они построен рынок строители тут торговцы либо уже следующий район какой-нибудь делать но с акведуком акведук надо тут ставить а тут промышленную зону потому что эти два стратегических ресурсов тут промышленная зона вот в этом месте будет офигительная в столице ну давайте ставим сразу метки что сюда акведук сюда промышленная зона я думаю делать наверное в ченду тогда блин там торгуются один ход строится торговцы нереально нужны ладно братья торговца потом строителя тогда в ченду ну тут с акведуком давайте водяную мельницу построю тут вот рис в тему ух ты в октубу инос-айрес вынес где он вообще был я же увидел а от стек вынес ладно такое ощущение что здесь вот какая-то либо конец карты либо что почему-то отсюда никаких соседей не приходит еще и раненый арбалет почему-то так давайте я куда-нибудь вот туда хочу поскакать так-так в обход двойных лагерей тут Польша понастроила блин ну тут конечно арбалет очень хорошо стоит ничего не могу сказать даже не знаю как его атаковать так ну давайте адовые стрелы уберем блин ну мне мне походу надо стоять ждать арбалетов иначе я щас лучников солью мне надо подождать арбалетов апнуть лучников в арбалеты и в принципе с карточкой это нормально будет и уже и с ними дальше идти так давайте после машиностроения откроем ученичество так давайте после машиностроения откроем ученичество что у нас на золото халкидики 1 и 3 ну мне из моих городов надо поотправлять для начала ладно давайте из чэнду выведу пускай меня атакует своим мечником вообще не возражаю два хода до арбалетов в следующем ходу я наверное опять поставлю карточку у меня никто уже мои города не атакует нету смысл о он заметил моего коня так слушать у меня тогда есть шанс его арбалет убить то он зря выполз конечно блин бонус для кампуса тоже хочется подавайте для кампуса поставим бонус потому что у меня там хороший кампус один есть и тут ставим стоимость золоте на 50 процентов снизу так теперь мы сможем ли мы убить этот арбалет сначала атакуем лошадьми его этой лошадью вопрос то есть он конечно лошадь его не убивает я добью лучником или может сначала лучше лучником и чтобы лошадь его добила лотти начала стену строить это уже не очень надо спешить с захватом так мне наверное хочется оставить все таки лошадь здесь что у нее тогда меньше юнитов может добраться добьем так теперь надо мне какого-нибудь нового губернатора наконец-то взять магнуса мне вырубать негде давайте мы наверное возьмем пингалу в сиань ну 2 заряда надо вот тут шахту сделать так рыбацкую лодку ну хочет эту клетку конечно выкупить но сначала надо следующим ходом посмотреть пойдем здесь скот обработаем по риск сколько я потрачу на апгрейд в так а вот здесь могут убить на самом деле ну я повышу до мечника когда не убьют точно всего же 25 золота требуется нормально и ищенду ух ты диодом 3 3 в общем диодом 3 производства потому что военный лагерь и коммерческий район да вообще в диодом отправляем так ну если лодь следующим ходом не поставит не пас не достроит крепость как ее блин 10 жителей в лодзе не построить стену то я могу и захватить да мне просто нечего сказать от воюю постоянно так стен еще нету хорошо значит что мы делаем подходим сюда конем блин да почему тут ход закончился а военный лагерь зону контроля блин так мерсель карточка да да арбалет и давайте наверно куплю эту клетку 45 да мне хватит на этого арбалета арбалет блин чуть чуть не хватает но даже если будет построена стена следующим ходом вот захватится отлично потому что при атаке города все равно и стене и городу наносится урон я захвачу да ведь пока не покупаем клетку с черепахой потратился на этот ход так вот здесь надо вырубать лес и строим пока торговца чуть постепенно чаем выкарабкаваться конечно но мне не нравятся вот эти показатели персы и вот у перса интересно откуда столько культуру русского то еще понятно блин тут все и они конечно кампус надо строить хороший кампус блин отдавать тогда амбар пока или или подождите или акведук акведук пять ходов но он а сколько он дает без начальнице 6 а с начальным плюс две деньцы жилья ну у меня и амбар столько даст так да но амбар правда еще еду не давайте акведук то что все равно надо для производственной площади дружба с персией закончилась про продлим нам нужно будет союза я думаю что если я захвачу польшу все то у нас союз с персом и тут где-то вот кир ой кир кри я так понимаю где то есть с которым перс воюет его там захватывает осуждено все еще и с ацтеком воюет глянем какие города у перса но он один город только захватил ладно так давайте на производство ну давай давай вот и сейчас еще лочь и не построить стену будет вообще зашибись прям будет лочь вообще захватывается конечно когда польша посыпется потому что у лоди самое большое население а все следы там гдальницку видите даже в варшаве 4 взяли убились об коня и не построилась стена ей так ну здравствуй лочь говорится мы пришли к теме с миром но ты сама не хотела мириться поэтому мы тебя захватываем класс в общем эта война с польшей понравилась я думаю что на этой радостной ноте захвата лодзи когда китайские кони маршируют по польским городам можно закончить серию надеюсь в комментариях прочитать ваши радостные возгласы в связи с тем что мы так гнобим польшу лодзь наш вроцлав наш дальше вот люблинг гданьск варшава ну а в это время в в кракове строится храм махабодхи самое время как как говорится видите за счет того что лодзь очень большая а тут вокруг города меньше или такого размера даже сразу лояльность он даже не отваливается по лояльности вообще зашибись по моему ладно спасибо что смотрите играйте в умные игры напомню что спонсоры видят все серии сразу уже можете во вкладке сообщества идти смотреть продолжение а для всех остальных оно выйдет завтра всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 я